Вакцинация – это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты против COVID-19. В Исжигутинском районе помощь пациентам на дому оказывают мобильные бригады. Об усиленных мерах вакцинации расскажет Алла Качиева. Вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать эпид-процесс. Для большего охвата населения в Исжигутинском районе помимо стационарных пунктов работают 4 мобильные бригады. Передвижная медицинская служба, в составе которой врач и медицинская сестра, выезжают в населенные пункты. Медицинские работники на месте проводят осмотр и необходимые несложные обследования. И только потом вводят вакцину. Обязательно перед вакцинацией мы должны посмотреть общий анализ крови, общий фон. Нет ли на данный момент у человека какого-либо вирусного заболевания или инфекционного заболевания. И обязательно нужно посмотреть антитела, титры антител. Переболел ли человек вообще и какая цифра на данный момент у него. Если антитела превышают норму, на данный момент ему вакцинация не нужна в пределах 3-4 месяцев. А если титры антител низкие, естественно, ему нужна вакцинация. Обязательно. Особенно людям с хроническим заболеванием, так как они переносят очень тяжело. На сегодняшний день в Узжигутинском госпитале проходит лечение 125 человек. В самый пик здесь число больных достигало более 250. У вакцинированных, вот недавно выписали мы семью с Узжигуты, да, вакцинированные, они болели не тяжело. Да, у них были проценты поражения. Они не получали биологически активную терапию, типа октембра, артлеги, они не получали. Они вышли на обычной терапии, на гормонах, на противовирусной терапии. Видя всю эту картину, люди спешат вакцинироваться и уже ревакцинироваться. И всем советую делать вакцинацию, потому что это даже от гриппа защищает. Я не болела в течение этого времени ни гриппом, ничем. В Узжигутинском районе подлежащее число вакцинации от COVID-19 – 29 тысяч человек. На данный момент прививки сделали 17 тысяч. Желающие могут сделать уколы во всех врачебных амбулаториях, участковых больницах, ФАПах, поликлиниках микрорайона Московский и Узжигуты. Также на помощь малобобильным гражданам и лицам старше 60 лет приходят поликлиники на колёсах. По ранее утверждённому графику, мобильные бригады выезжают во все населённые пункты. Вот как показывает опыт, от вакцины ещё никто не умер. Делая вакцину, ещё никто не умер. Но не делая его, могут умереть. Просто просьба к всем, чтобы они сохранили свои жизни, берегли своё старшее поколение. Да, дети являются, они могут разносить инфекцию, но дети легче болеют. Но старшее поколение, где они с ними непосредственно контактируют, они болеют очень тяжело. Хотим сохранить старшее поколение и чтобы была у нас здоровая нация. Алла Качиева, Зумрат Халкечева, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачёва, Черкесия. Узжгутинский район.